Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры! Мы продолжаем с вами исследование Евангелия Атаана на библейском интернет-портале экзегет.ру И мы с вами рассматриваем девятую главу, которая рассказывает о исцелении слепорожденного с первого стиха. И, приходя, увидели человека слепого от рождения, ученики его спросили у него, рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должны делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру. И, сказав это, он плюнул на землю, сделав брение из пленовения и помазал глаза брением, глаза слепому. Не сказал ему, пойди умойся в купельник Силаам, что значит посланный. Он пошел и умылся и пришел зрячим. Видим здесь такое чудо, которое произошло с этим человеком, но самый главный вопрос, который задают ученики своему учителю Иисусу Христу, почему он родился слепым и родился от рождения таковым? Вопрос сам по себе звучит не очень правильно, кто согрешил, он или родители его. Если он слеп от рождения, то он еще не мог никак согрешить. Но Христос им говорит, не согрешил никто, но в этом есть промысел Божий. Ученики Христовы были, в общем-то, подвержены тому же смыслу о человеках грешных, что думали о людях, что они грешны, и причиной каких-либо страданий является именно грех, который приобретен человеком. Это, в общем-то, правильная точка зрения, но иудеи рассматривали лишь одну сторону, то, что они хотели видеть, а того, чего они не хотели, они умалчивали. Дело в том, что грех действительно порождает страдания, но сказано в Священном Писании, страдающую плотью перестает грешить. Почему этот человек, многие спрашивают, был наказан и был слеп от рождения? Неужели только для того, чтобы Бог прославился, или Бог нуждается в каком-то нашем страдании, из-за того, чтобы ему люди возносили славу? Конечно же, нет. Этот человек сохранялся Богом для того, как пишет, например, Блаженный Августин, для того, чтобы, если бы он был зрячим, то он бы согрешил и был лишен Царствия Божия. Так как Господь сохранял его до определенного времени, так что оставлял его слепорожденным, когда он веровал во Христа, он обрел сразу два порядка зрения. Зрение физическое и зрение духовное. Промысел Божий часто нами, человеками, не всегда понятен, но Бог всегда старается, как будущий Бог, любовь, старается сохранить нас как в этой жизни, так и для жизни будущего века. У всех у нас есть нательные крестики, на которых написано на классических православных нательных крестах «Спаси и сохрани». Это говорит о том, Господи, спаси нас в Царстве Божие, и сохрани в этой жизни, пока мы идем и находимся на пути к Нему. Есть в Священном Писании книга Ветхого Завета, книга Иова. О нем сказано, что человек был праведный весьма, молился всегда за своих родных и близких, за своих детей. Но вот в один день у него отнимается все богатство, во второй день отнимаются и дети, которые были, в третий день отнимается его здоровье. Но если внимательно читать эту книгу, книгу Иова, то мы видим, что когда Иов молился Богу, то Бог всегда отвечал на его молитвы, но показывается и промысел Божий. Сказано, что пришли ангелы Божии на небе, между ними пришел сатана. И он сказал, ну тебя Иов любит только лишь по одной причине, конечно, он такой богатый, что богатым людям не любить, что богатым людям в храм не ходить, у них много времени, они могут себе позволить многие вещи. И тогда он, дьявол, указывал на причину того, что бог его любит лишь на богатство. И богатство было отнято, но Иов прославил Бога. Дальше дьявол подходил, сказано, опять на небе собираются ангелы, и между ними пришел сатана. И тогда Бог говорит, видела ли ты праведника моего Иова? Он любит меня не потому, что у него богатство, он прославил меня, хотя и богатство у него отнято. Тогда дьявол говорит, ну подумаешь, богатство. Главное в жизни кто? И вот сегодня многие люди так рассуждают. Главное в жизни это дети. Вот наши дети. Ради них живем. И дьявол знает эту уловку и говорит, попробуй отними детей и посмотрим, прославит ли он тебя. В один день, сказано, крыша дома обрушилась, и дети у него погибли, которые собирались вместе, за которых он молился. Казалось бы, с точки зрения человеческой несправедливости. Но дальше происходит, опять приходят на небе ангелы, опять приходит между ними сатана, и говорит, ну подумаешь, богатство, подумаешь, дети. Самое главное, чего мы друг друга всегда желаем. Есть даже такая поговорка, любой застольный тост он произносится. Ну, главное здоровье, которое не купишь, в кредит не возьмешь. Люди уже там сочинили целые байки. И дьявол знает эту уловку тех людей, не надеющихся на Царствие Божие, что они желают главное здоровья, подольше здесь пожить на земле. Конечно, в этом нет ничего плохого, но у Бога о каждом из нас есть свой промысел. И он знает, кого в какое время призвать. Поэтому здесь отнимается у Иова и здоровье. Сказано, что он был покрыт вот этим язвами, проказами от темени до пят, так что сел на навозную кучу. Друзья, которые пришли к нему, они его даже не узнали. Такое страшное было его состояние. Но при всем при этом Иов прославил Бога. Тогда четвертый раз приходит сатана и говорит, ну подумаешь богатство, подумаешь дети, подумаешь здоровье, душу мне его отдай. И тогда было молчание. Господь изгнал сатану и вознаградил Иова и богатством, и детьми, и здоровьем в несколько крат. То есть этот человек был рожден слепорожденным по той причине, что Бог знал, если бы он был зрячим, то он не наследовал бы Царствие Божие. А так как Бог его сохранил именно таким вот его недугом, с точки зрения человеческой, казалось бы, да, вот болезнью, с точки зрения Божией, для сохранения в Царстве Христова. Итак, мы видим, что дальше Господь делает брение, посылает его, он идет на Силаам, купель, что значит посланный, там умывается и становится зрячим. Некоторые говорят, для чего Господь делал брение. Многие отцы церкви видят в этом, как, например, в книге Бытия, 2 глава, 7 стих, когда Господь взял прах, то есть глину, вдунул в лице человека дыхание жизни и стал человек душой живою. Так и здесь Христос берет брение, делает из него пленновение, говорит этому незрячему человеку, чтобы он пошел в купели. Для чего идти в купели? Можно было бы и сразу исцелить, но здесь Господь, опять же, будучи сердцевицем, проверяет его намерение сердца, то есть как бы испытывает его послушание и приучает его к тому, что любящим Бога и слушающим Его Слово все будет содействовать ко благу. Этот человек действительно проявляет это послушание, он идет, умывается к купели Силаам и становится зрячим. Здесь также некоторые отцы церкви, например, Стихиан Златоуст, видит и другую сторону. Он говорит о том, что для того, чтобы исцелить человека, человек материален, для человека многие вещи будут непонятны, если они будут совершаться только в области духовной, то есть нечто нужно и от самого человека, как говорит тоже святитель Иоанн Златоуст, что Бог нас без нас не спасает. Поэтому здесь этот человек слепорожденный, слепорожденный, он проявляет послушание Бога и получает за это награду, то есть он идет к купели Силаам. И мы далее с вами читаем, иные, тут восьмой стих, тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни, то есть люди его узнавали. Иные говорили, что он, а иные говорили, похож на него, то есть Господь ему как бы сотворил глаза, потому что многие исследователи говорят, что слепота его была настолько, он был поражен слепотой, не то, что он там катаракт или что-то не видел, то есть у нее не был и глаз. И, то есть, естественно, мы посмотрим на человека, которого, скажем, нет глаз, или у него такая травма, естественно, когда у него будут глаза, даже вид лица его поменялся, и многие о нем спорили, тот или нет. Он сказал в ответ, тогда спрашивали, 10 стих, у него, как открылись у тебя глаза. И 11, он сказал в ответ, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глазами и сказал мне, пойди на купельный селам и умойся, я пошел умылся и прозрел. То есть, удивительно, он рассказывает все с точностью, как, что с ним произошло. Некоторые, опять же, отцы церкви, Климент Александрийский, например, такой аллегорической школы, видят здесь весь народ израильский. То есть, то, что народ израильский до Христа был слеп, а купель селам, она представляет собой, и называется так, посланной, и представляет собой именно крещальную купель. И поэтому здесь отцы Александрийской школы, они предлагают, как бы, народу израильскому, иудействующему, никак не могущему отлипнуть своим умом от Ветхого Завета, все-таки, прийти к крещальной купели, чтобы прозреть. Мы знаем, что такое чудо случилось и с князем Владимиром, который, князем Владимиром, крестителем Руси. То есть, до некоторого времени, когда у него были эти сомнения, креститься, не креститься, то Господь, он был поражен в некой мере слепотой. Но потом, когда он понял, что вера истинная, вера православная, вошел в купель и прозрел. Нечто подобное происходило, как мы помним с вами и с апостолом Павлом, когда он шел в Дамаск, чтобы догнать христиан. Господь ему явился, он на какое-то время ослеп, но когда его крестил Анания, тогда, будучи предстоятелем в церкви, то он прозрел каким-то чудом, через три, три дня был слеп, потом прозрел. То есть, о прозрении в Священном Писании и в истории церкви, и в истории России есть вот такие интереснейшие факты. Это говорит о том, что всем нам предлагается прозреть в крещении, в крещальной купели, и не надо медлить. Я хочу даже обратиться к тем людям, которые колеблются, креститься, не креститься. Крещение дает прозрение, крещение дает восприятие веры, в крещении мы получаем благодать для того, чтобы воспринимать Христа в присущем ему свете, а не в естественном свете, там, рациональных наших каких-то фантазий или надумок о Христе и о православии. Тогда, когда человек принимает крещение, он по-другому начинает видеть мир, призывает его душа, духовные очи его открываются, и он бывает способен уже возрастать во Христовой вере. Поэтому не стоит ждать. Некоторые говорят, так, ну, придет, сейчас люди говорят, нет времени, мы все заняты, мы все куда-то спешим, бежим, надо сказать, что если мы сегодня говорим, что нет времени, завтра может быть не быть сил, а послезавтра может быть и не быть нас. Поэтому всякое промедление здесь может быть эта поговорка, она будет и к месту, но смерти подобно. Чем дальше мы идем в этой жизни, тем приближаемся к тому, что уже когда-то возвратного пути не будет, а жизнь дается один раз здесь на земле, если в этой жизни мы не примиримся со Христом, то другой такой возможности нам не предвидится. Далее мы видим с 12 стиха сказано, тогда сказали ему, где он, то есть спрашивает тот, который тебя исцелил, он отвечал, не знаю. 13 стих, повели его бывшего слепца к фарисеям, а была суббота, когда Иисус сделал брение, отверз ему очи, спросили его также и фарисеи, как он прозрел, он сказал им, брение положило на мои глаза, и я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса, и была между ними распря. То есть мы видим, что здесь начинается спор о Христе, распря уже в народе, между народом и фарисеями. Фарисеи свой выдвигают главный постулат, они настолько обожествили субботу, вот это время от заката в пятницу, солнце, до восхода, до заката в субботу, что уже не хотели не видеть ни чудес, и явного такого чуда, представляете себе, человек не видел никогда, и вдруг он стал видеть, это просто не то, что у него происходило в душе. Но этой радости человеческой они не хотели замечать. Они хотели только лишь исполнять свою букву закона, о чем апостол Павел скажет, что буква убивает, дух животворит. Вот эта вот буква, она над ними сидела, как домоклов меч, и они не могли ничего сделать с этим, не могли это преодолеть, потому что не было в их сердце покаяния, то есть обращения к Богу, к Мессии, пришедшему к ним. Вот что по этому поводу пишет, например, святитель Николай сербский, цитата, фрисеи не только не обрадовались тому, что слепой нищий, сидевший у их храма, прозрел, но даже почувствовали себя оскорбленными и разгневались, ведь их храм давно уже превратился в караульную будку субботы, так выражается святитель, так же, как и вся вера их превратилась в поклонение богине субботе. Они не спрашивают исцеленного слепца сочувствием, как ты мог прожить столько лет слепым, они грубо набрасываются на него, вопрошая словно стражники, как ты посмел, они как бы говорят, прозреть в субботу, и как тот, кто тебя исцелил, посмел сделать сие в субботу, не от бога этот человек, говорят они, потому что не хранит субботы, для них таким образом, продолжает святитель Николай сербский, для них таким образом от бога тот человек, который всю субботу спит, никуда не выходя из своей комнаты, чтобы не оскверниться каким-нибудь шагом, делом или прикосновением, а не тот, с большой буквы, кто в субботу даровал зрение слепорожденному, по их полуночной логике первый светит день субботний, а второй, то есть Христос, нет, конец цитаты. удивительное такое выражение святителя Николая сербского о субботе, действительно, он говорит, что они превратились в какую-то караульную будку субботы, еще говорит, что они начали поклоняться именно этому времени, богине субботе, есть сегодня, я говорил несколько раз, такое направление, как секта адвентистов седьмого дня, вот действительно, мне кажется, слова святителя Николая сербского, они обречены напрямую к ним, что не надо быть к караульной будкой субботы, надо радоваться, что люди идут к Господу, не надо поклоняться этой богине временной, ведь в книге, в послании апостола Павла к евреям, 4 глава, 9 стих, сказано, посему для народа Божия еще остается субботство, заметьте, не суббота, а субботство, что значит субботство, покой, где мы находим покой теперь с пришествием Христа, сам Христос нас призывает и говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас и найдете покой истинный шаббат и найдете покой душам вашим во Христе и со Христом. И мы читаем с вами далее, эта распроя продолжается, опять говорят слепому, ты что скажешь о нем, то есть о Христе, потому что он отверз тебе очи, он сказал, это пророк, тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего. Мы видим, что неверие их возрастает и они ищут факты между того, чтобы поверить, например, когда есть сомнение апостола Фомы, это другое сомнение, сомнение исследовательское, здесь они стараются сделать все для того, чтобы опровергнуть очевидный факт, что человек был слеп от рождения, причем не притворялся и ничего подобного не было и они не хотят ему верить этому и начинают искать его родителей, чтобы утвердиться в своем неверии. И спросили их, призвав родителей, 19 стих, это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым, как же он теперь видит? Родители его сказали им в ответ, мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем, сам в совершенных летах самого спросить и пусть сам о себе скажет. То есть мы видим, что даже родители настолько уже боялись этого натиска, такого судебного натиска, по сути, начался судебный процесс иудеев, что говорят, мы не знаем, действительно, наш сын, мы не отрекаемся, действительно, он родился слепым, мы это знаем, от рождения не было у него глаз, а как теперь это произошло, не знаем, говорят, совершеннолетний, спросите у него сами. И 22 стих. Так отвечали родители его, потому что, да, вот 22 стих как раз подтверждает это, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, то есть за помазанника, за Мессию, того отлучить от синагоги. Посему-то родители его и сказали, он в совершенных летах, самого спросите. Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот, то есть Христос, грешник, он сказал им в ответ, грешник он ли? Грешник ли он? Не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. То есть, действительно, они здесь так говорят, что воздай славу Богу, и тем самым они хотят его принудить к лжесвидетельству, они хотят ему сказать, воздай славу Богу, все от Бога, и если даже с тобой это чудо произошло, то это сделал с тобой Бог, но не этот человек, то есть не Христос, не Мессия, на которые ты говоришь, что это Он сделал. Воздай просто, прославь Бога и скажи, я не знаю этого человека, как со мной это произошло, то есть, есть такие вопросы, которые, вот я как преподаватель знаю, когда приходит студент сдавать экзамен, если, например, студент какое-то время не ходил, а отсутствовал по неуважительной причине, то преподаватель ему может задать вопрос, не наводящий, а вопрос испытывающий, ты не ходил, ты не учил, почему тебя не было, ну, если ты самостоятельно готовился, да, а можно назвать, видно, что студент хороший, ходил, ну, не совсем ему дается познание, где-то он может ошибаться, но видно его стремление, его желание, и видно, что он хочет это понять, то здесь преподаватель часто задает наводящий вопрос, то есть вопросом можно человека сбить с толку, а можно наоборот, наоборот, направить в нужное русло, на самом деле, дьявол поступал именно так, с первыми нашими прародителями, помните, он задавал вопрос, правда ли сказал Бог, что нельзя не есть от какого древа в раю, то есть в одном вопросе случалось раз, две лжи, Бог говорил, во-первых, что только от одного нельзя вкушать, древо, а не от всех, и Бог не может, как абсолютная правда, говорить ложь, здесь точно так же, они понуждают его, они его как бы наставляют, воздай славу Богу, но этот человек грешный, он не может творить чудеса, что же отвечает он, 26 стих, то есть человек исцеленный, снова спросили его, что сделал он с тобою, как отверз очи твои, то есть ответь теперь, как бы, что этого не произошло, есть же такие вопросы, что это он сделал с тобой, воздай славу Богу, такие очень, такие лукавые, звучат к нему вопрошения, в 27 стихе сказано, отвечал им, я уже сказал вам, и вы не слушали, что еще хотите слышать, или вы хотите сделаться его учениками, они же укоряли его, сказали, ты ученик его, а мы Моисеевы ученики, мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он, человек прозревший, сказал им в ответ, это удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи, но мы знаем, что грешники, он говорит им уже, их словами, иудеем, что грешников Бог не слушает, то есть вы говорите, что он грешник, а учите так, мы видим, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит воли его, того слушает, от века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего, сказали ему в ответ, во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь, и выгнали его вон, на самом деле, слепорожденный, был первым изгнанным из синагоги иудеями, тот, который, так мы видим, как смело он свидетельствует о Христе, он говорит, я не знаю, кто этот человек, но грешников, он говорит, как вы говорите, Бог не слушает, интереснейшие слова, которые здесь, грешников Бог не слушает, как же тогда сказано в Священном Писании, что Христос пришел спасать неправедников и призвать не грешников, не призвать неправедников, но грешников к покаянию, действительно, Бог не слушает людей, которые упорствуют в своем грехе, ошибаться может каждый, но зачем же упорствовать, но Бог слышит грешника кающихся, а здесь этот человек, слепорожденный, как бы уже и обличает фарисею, вы без покаяния, поэтому Бог, ваше представление о грешнике, как нераскаянным, и вы как раз такими являетесь, что вас и Бог-то не слышит. Я не знаю, говорит, кто он, но он сделал меня зрячим. Вот что по этому поводу пишет, например, свидетель Анзлатоуст, говоря о родителях и о жесточении против истины, что фарисеи творили этот целый процесс, хотя было очевидно, что это чудо произошло, но они всячески старались обвинить этого слепорожденного и Христа в неправомерных действиях и нарушения субботы. Вот свидетель Анзлатоуст пишет о жесточении против истины. Цитата. «Итак, когда родители отослали их к самому исцеленному, они снова позвали его второй раз. Тут не говорят ему прямо и бесстыдно, откажись от того, что Христос исцелил тебя, но хотят устроить это под видом благочестия». Они говорят, о чем мы говорили, «воздай», говорят, «слава Богу», то есть «сознайся, что он этого не делал». Конец цитаты. И вот далее снова спросили его, и тот же свидетель Анзлатоуст говорит о смелости веры этого человека, который исповедовал Христа. «Замечаешь ли смелость нищего перед книжниками и фарисеями? Так могущественно, истинно и так бессильно ложь. Первое, когда бывает, и у простых людей делают их славными. Последнее же, хотя бы была на стороне сильных, являет их слабыми». Слова нищего, значит, вы не внимаете моим словам, поэтому я не стану больше говорить и не буду отвечать на ваши частые и пустые вопросы, потому что вы спрашиваете не для того, чтобы узнать, но чтобы надругаться над моими словами. Конец цитаты. Действительно, здесь, ну вот, еще блаженный Августин, интересно пишет, не могу не зачитать, цитата. «Потому фарисеи, когда, слушая его, речь сказали, неужели и мы слепцы?» Это уже в конце, когда он им скажет, услышав это, некоторые из фарисеев, бывшие с ним, сказали ему, «Неужели и мы слепцы?» «Неужели и мы слепцы?» И тогда Христос, и тогда Иисус сказал им, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Что означают эти слова? Это горделивое состояние. Когда человек видит свои грехи и упорствует к греху, это как раз состояние, которое называется в Священном Писании Хулана Духа Святого. Дух Святой, благодать Святого Духа побуждает человека к тому, что человек видит и хочет исправиться, но его высокое положение, как, наверное, у этих фарисеев и книжников, у евдеев, не позволяет ему сделать этот шаг к Богу и признать, что он нуждается в Спасителе. Вот как по этому поводу, мы уже начали читать эту цитату, надо бы ее завершить, положено на Августин, так и пишет, смотрите. «Потому фарисеи, когда, слушая его речь, сказали, неужели и мы слепы, были подобны тому, кто вошел в храм и сказал Богу, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, словно говоря, благодарю тебя, что я не слеп, но вижу, как и прочие люди из рода самого мытаря». Что же они сказали? Неужели и мы слепы? А Господь им? «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Не сказал, грех приходит, но остается. «Ибо он был, если мы не раскаемся, он не снимет, и грех не снимется, но останется». То есть, Христос обличает их и говорит им, здесь 35 стиха, услышав, что выгнал его вон, да, вот интересно, нельзя это пропустить, чуть вернуться к 35 стиху, когда Христос находит этого человека, который был изгнан иудеями, и спрашивает его, услышав, что выгнали его вон, 35 стих, и найдя его, сказали ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему, «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал, «Верую, Господи», и поклонился ему». И тогда уже иудеи начинают роптать, видя, что он принимает в себе честь и поклонение, как Бог. Поэтому эти слова и его исповедания, они действительно очень важны и для нас. Как сказано в Священном Писании, «Все мы блуждали, как овцы». Каждый из нас совратился на свою дорогу. Но Христос признал, призвал нас в свой чудный свет. Поэтому каждому из нас хорошо бы поучиться у этого слепорожденного человека, который так открыто исповедовал Христа, не боясь ни людей, которые его обвиняли, но с точностью свидетельствовал то, что с ним произошло и как он прозрел. Это и есть настоящее миссионерское служение, это и есть настоящее исповедание веры. Субтитры создавал DimaTorzok